здравствуйте дорогие коллеги рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре прошу вас отметить с плюсиками видите вы меня и слышите ли вы меня прекрасно замечательно спасибо большое еще раз всем коллегам кто принимает участие в нашей серии вебинаров по билингвизму и сегодня тема нашего вебинара это подготовка подростков к т р к и 2 или б 2 и т р к и 3 c 1 сегодня мы с вами поговорим о структуре этого субтеста требованиях и включение заданий в учебный процесс я думаю что сегодня у нас более такой узкий круг поскольку наверное здесь собрались в основном те кто уже занимается готовит кандидатов к т р к и поэтому постараюсь сегодня рассказать вам максимально подробно о субтесте письмо и подготовки к этому субтесту на этих высоких уровнях ну и собственно подготовка в принципе кандидатов она не особо отличается от подготовки подростков т р к и 2 б 2 понятно что все одно и то же но поскольку это подростки то есть некоторые нюансы которых мы с вами сегодня поговорим так ну давайте по порядку я думаю что мы все с вами уже наверное знакомы и я не буду рассказывать какую-то общую информацию давайте сразу перейдем вот к уровням и так у нас шесть уровня и сегодня мы рассматриваем субтест письмо на уровнях b21 это второй третий уровне в системе тестирования по русскому языку как иностранному и так еще раз напомню что уровне соответствует общеевропейским компетенциям владения иностранным языком сэфор и здесь такое краткое описание уровней может быть некоторые из вас уже видели до такую таблицу уровень а b и c а а элементарное владение б самостоятельное владение и c свободное владение сегодня мы с вами говорим о уровне трк и 2b 2 самостоятельное владение и трк и 31 свободное владение да вот профессиональное владение языком и b2 это продвинутый уровень а также я думаю что этот слайд вы тоже наверное уже видели да кто уже был на наших предыдущих вебинарах здесь представлены дескрипторы совета европы для детей и подростков на самом деле это дополнительные материалы к тем дескриптором которые уже существуют да и они появились 2018 году и здесь вот вы видите на этой на этом слайде да что вот на две группы разделены здесь вот эти дополнительные описания там 7 10 лет и 11 15 лет и эти дескрипторы описывались естественно вот на основе какой-то концепции данном случае это концепция пиаже я думаю что если вам интересно вы потом уже с этим сами сможете ознакомиться самостоятельно не буду на этом подробно останавливаться так давайте перейдем к непосредственной структуре субтеста письмо так субтест письмо trk и 2 trk и 31 вот на данном слайде мы представили сразу два уровня да и каковы задачи кандидата и какие умения проверяются на этих уровнях и так вот на уровне trk и 2 b2 от кандидата требуется написать письмо задача кандидата написать письмо извините рекомендацию и официально деловое письмо или документ на c1 это неформальное письмо нужно уметь писать формальное письмо и с какие умения проверяется вот посмотрите на b1 приявляется текст то есть на основе прочитанного текста нужно уметь давать рекомендацию оценку изложенной ситуации использовать языковые средства официально делового стиля ну и конечно композиционно оформлять текст в соответствии с установкой коммуникативной на c1 проверяется умение вести переписку дружеского официального характера давать аргументированную оценку информации до которую прочитал кандидат аргументировать свою точку зрения но и убеждать адресата это задачи и умения теперь давайте непосредственно перейдем уже по порядку пойдем к субтесту письмо от rk и 2b 2 и так смотрите на этом слайде представлены что кандидат как кандидат пишет должен писать на этом уровне то здесь вы видите кандидат пишет четкие подробные сообщения различные темы знакомые и которая предполагает данный уровень при передаче информации кандидат должен уметь делать обобщение выделять важную информацию приводить аргументы и выражать оценку и здесь он достаточно точно должен уметь выбирать языковые средства здесь вы видите официальный неофициальный и полуофициальный также мы вот выделили до специфику языка что здесь на что здесь стоит обратить внимание значит на уровне уже b2 в отличие от первого уровня используются сложные синтаксические структуры и на этом уровне практически отсутствует коммуникативно значимые ошибки и здесь хочу обратить ваше внимание когда вы готовите своего ученика к трк и 2 и к трк и 3 соответственно да то вы должны обратить внимание вот когда он выполняет работы задания которые вы даете там домашние задания или что-то на уроке пишете обращайте внимание на то какие ошибки они делают то есть вот на уровне b2 должна отсутствовать практически да да то есть их понятно что их там совсем не может быть но отсутствует коммуникативно практически отсутствует должны коммуникативно значимые ошибки то есть если их очень много то ему все таки рановато сдавать трк и 2 поскольку на этом уровне уже язык но довольно строго оценивается да при наличии хотя бы одной коммуникативно значимые ошибки за язык уже выше тройки не получить и что еще требуется в языке это видите есть все таки экспрессивные и дематические выражения должны присутствовать да но это минимум на втором уровне они есть если на первом уровне их нет то на втором они появляются и и правда их немного давайте посмотрим вот задание структуру в задание всего три задания на трк и 2b2 в субтесте письмо три задания и общее выполнение задания 55 минут время не регламентируется по заданиям дается общее время 55 минут и дальше кандидат сам распределяет его в зависимости от того на что он как ему кажется да нужно больше времени на что-то меньше и нет таких строгих рамок да по каждому заданию временных и так первое задание нужно написать неформальное письмо рекомендацию на основе рекламных объявлений в задании 2 это деловое письмо или какой-либо документ задание 3 также нужно написать неформальное письмо это тоже рекомендация на основе предложенной ситуации и как правило задание 3 нужно рекомендовать человека для какой-либо деятельности отличие задания 1 и 3 заключается в том что в первом задании письмо в рекомендации существует предъявляется извините текст данном случае это рекламное объявление да из которых он должен выбрать то что требуется по заданию как минимум два объявления и дать рекомендацию задание 3 это тоже неформальное письмо рекомендация но здесь нужно как правило рекомендовать человека описать его личные профессиональные качества или деловые качества в зависимости от того кого и да на какую должность нужно рекомендовать вот это отличие заданий 1 и 3 где и там и там нужно написать рекомендацию итак задание 1 посмотрите предъявляется печатный текст вот то о чем я говорила это объявление их примерно 6 может быть чуть поменьше 5 6 на основании вот прочитанных объявлений необходимо написать письмо рекомендательного характера видите объем текста который должен написать кандидат это 50 70 слов да здесь есть примерное время выполнения задания 15 минут на которые они могут ориентироваться но через 15 минут никто конечно забирать не будет следить за тем что нужно выполнять следующее задание да главное успеть за 55 минут сделать все написать все ну посмотрите вот пример такого задания представьте что ваш друг ищет фотографа чтобы сделать хорошие фотографии офиса и сотрудников своей компании для рекламного буклета на основе рекламной информации напишите ему письмо и порекомендуйте несколько вариантов как правило в задании всегда указывается в скобках сколько но два три например но минимум это два должно быть и предъявляются объявления и сразу хочу обратить ваше внимание и вам тоже нужно обратить внимание ваших учеников которые готовятся к терка и два что среди этих объявлений есть объявлений те которые не подходит под это для выполнения данного задания да то есть внимательно поэтому нужно читать задание и в соответствии с заданием выбрать те объявления которые подходят ну вот например здесь до одно не подходит как вы думаете какое вот это вот это вот у нас 1 2 и 3 будет а вот одно объявление здесь не подходит вы можете написать в чате и и так друг ищет фотографа чтобы сделать фотографии офиса и сотрудников компании для рекламного буклета да вот 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 не подходит первое вот это не подходит сейчас минутку вот это вот не потому что потому что здесь видите да классические романтические да есть в этом деловые но приходите в нашу студию на невском проспекте да то есть у них нет выезда вот поэтому в данном случае вот обращаю на это внимание чтобы и кандидаты тоже были внимательны и читали обязательно все объявления и выбирали именно те которые необходимы итак субтест письмо второе уровень второе задание здесь предлагается ситуация которая относится к официальной деловой сфере общения здесь необходимо написать официальный документ текст официально делового характера зависимости от задания здесь видите тоже есть объем текста 50 70 слов указан но в зависимости от того какой документ требуется написать от этого будет зависеть объем текста например вот если там нужно будет требуется и написать заявление то объем текста будет вот 30 40 Так, пример. Задание 2. Официально это может быть либо официально деловое письмо, либо какой-либо документ. Это может быть жалоба, благодарность, заявление, например. Ну, здесь я хочу сказать, что на второе задание, на втором уровне, там довольно ограниченное количество этих официально деловых документов. В данном случае, ну, например, что может быть в заданиях, если это официально деловое письмо. Представьте себе, что вы записались на тестирование по русскому языку, но есть причины, по которым не можете пройти тест в этот день, и надо написать письмо в Центре языкового тестирования. Но это именно такой обиходно-деловой, обратите на это внимание, не деловая переписка. И когда, то есть при написании этого письма нужно, конечно, аргументировать просьбу, почему вы просите перенести дату, то есть должна быть какая-то причина. Итак, и как в качестве второго примера здесь представлена жалоба, да, может быть жалоба. Представить, что, например, вы купили в магазине торт, он оказался несвежим, вам нужно написать жалобу и аргументировать это, аргументировать, извините, свою жалобу, да. И там тоже есть форма определенная, то есть пишется шапка на имя директора, есть клише. Я думаю, что это все вы можете найти в учебном пособии «Золотое перо», все это есть. Ну, здесь, на этом слайде мы представили маркеры деловой переписки. Ну, например, если это жалоба, да, управляя жалобу в связи с их, прошу принять меры. Если это заявление, ну, как правило, заявление всегда начинается с «прошу», да, «прошу разрешить мне», «прошу предоставить мне» и так далее. «Благодарность», примите искреннюю благодарность в связи с «С», да, «С», да, «С». И дальше, такие маркеры, как вот, если это просьба-письмо, да, то обращаюсь к вам с просьбой, если это информация, письмо-информация, то сообщаю вам, что, вот, и как обращение оформляется. Вот, уважаемый Иван Петрович, вот здесь очень часто кандидаты делают ошибки, они могут написать «уважаемый господин», или, например, не различают написание отчества, фамилии, имени. Да, вот это такой важный момент в обращении. Но здесь сразу хочу сказать, что на уровнях В2 и С1 уже появляется, да, страноведение. И если на В1 в тестовом материалах мы стараемся минимизировать вот эту составляющую, да, страноведческую, то на уровнях В2 и С1 уже страноведение довольно важное. важную роль играет, и поэтому при подготовке и вообще при обучении нужно помнить об этом, да, и уделять этому внимание. Вот в данном случае это может отразиться, вот когда кандидат будет писать вот официально деловые документы, и где необходимо будет обратиться в официальном стиле. Ну и прощание, то же самое. Следующее задание, третье. На, как я говорила, это третьем задании тоже предъявляется письмо, написать неформальное письмо, и письмо-рекомендация. Но здесь уже объем текста, вот, 100-150, поскольку требуется довольно много написать. Сейчас я вам пример покажу, да, задание три. Ну, здесь такой пример. Представьте, что ваш коллега обратился к вас в Восьбе, порекомендовать ему человека, который мог бы претендовать на авокадную должность инструктора по плаванию. Здесь обратите внимание, да, что если инструктор по плаванию, то когда мы даем рекомендацию человеку той или иной должности, мы должны понимать, какие мы профессиональные и личные качества должны указать, так, чтобы они соответствовали все-таки той или иной должности, которая требуется. Что нужно написать в этом письме? Характер. Всегда в заданиях прописывается. Это все указывается, кандидатов это есть перед глазами. Образование, профессиональные качества, опыт работы, сфера интересов, а также необходимо описать ситуацию, которая связана с знакомым, ставшим причиной, по которой вот кандидат рекомендует, да, этого знакомого. То есть здесь уже нужно написать довольно много, поэтому объем увеличивается. 100-150 слов нужно написать. Так, ну это все у нас было задание, три задания субтеста письмо уровня ТРКИ-2, В2. И по ходу, да, я обратила ваше внимание на страноведение, на коммуникативно значимые ошибки, да, и сразу хочу сказать о том, что вот орфографические ошибки, естественно, тоже оцениваются, но они не так важны, да, и это не является основным фактором при оценке языковых средств, да, параметры языковые средства. Здесь вот важно не делать коммуникативно значимые ошибки на втором уровне. Так, переходим к следующему уровню, субтест письмо ТРКИ-3. Так, какие-то вопросы, да, появились. Возможно ли сдать тест в онлайн-режиме, нужно ли отправляться при этом в ваш филиал, или можно самостоятельно зарегистрироваться с домашнего компьютера. Да, онлайн сдать можно, напишите в центр тестирования, что вы это хотите сделать, и вам все напишут, ответят подробно, и вышлют все инструкции, как проходить тестирование онлайн. Итак, субтест письмо, третий уровень. Что кандидат на этом уровне должен уметь писать? Вернее, как он умеет, должен уметь писать? Пишет понятные, структурированные тексты на различные сложные темы. Достаточно подробно может описать события, явления, отстоять, может, свою точку зрения, да, здесь вот на это обращаю внимание, это на третьем уровне появляется, именно отстоять точку зрения, что и также в субтесте говорения, если на втором уровне он просто беседует, отвечает на вопросы тестера, то на, скажем так, выражает свою точку зрения, да, то на третьем уровне он уже должен уметь отстоять свою точку зрения и при этом приводить аргументы, доказательства, приводить примеры, да, ну и, понятно, выводы формулировать. На третьем уровне, что касается специфики языка, то здесь уже довольно уверенное использование практически, да, ну, если не всех, то большинства стилей. И на текст все-таки он на этом уровне довольно гладкий, то есть естественный язык. И то, что я говорила на втором уровне, да, минимально используя и диаматические выражения, то на третьем уровне уже он хорошо должен владеть, да, используя и диаматические выражения, устойчивых сочетаний. Ну, давайте посмотрим структуру. В субтесте письмо на ТРКИ-3 тоже три задания, как и на втором уровне, но по времени там было 55 минут, здесь 75 минут, потому что здесь задания довольно объемные. Первое задание нужно написать неформальное письмо, рекомендацию на основе прочитанной статьи, да, предлагается статья в первом задании. Во втором задании также нужно написать сообщение официальное, но и также на основе прочитанного текста. То есть и во втором задании дается текст, который кандидат читает, поэтому, собственно, и время увеличивается, да, потому что ему нужно два текста прочитать, и они не такие уж и короткие. И третье задание тоже довольно объемное, это эссе на одну из предложенных тем. Вот такова структура субтеста письмо на уровне С1. Итак, первое задание. Посмотрите, объем текста, который ему нужно прочитать, это 400-450 слов, довольно большой текст. И объем продуцируемого текста 200-250 слов, тоже, в общем, немаленький текст нужно написать. Это задание 1. Итак, ну, пример задания. Нужно прочитать текст на основе прочитанного текста, написать письмо русскому знакомому, который интересуется проблемами, связанными с ролью, значением и развитием телевидения в современном обществе. Ну, в данном случае тема вот телевидения, да. И дается перечень, что он должен сообщить. Источник информации, сообщить о положении дел в области телевидения, перечислить факты, причины, которые могут способствовать усилению роли влияния телевидения. То есть, когда предлагается задание на первом уровне, там вот так всегда подробно описывается, что необходимо сделать кандидату, написать кандидату. Ну и, конечно, последнее. Выразить свое отношение к информации в изложенной статье. Да, вот обязательно есть своя оценка отношения в этом первом задании. Так, ну вот это фрагмент текста, который предъявляется на этом задании. Да, ну вот просто пару секунд для того, чтобы посмотреть какой-то текст. Итак, субтест письмо. Второе задание. Здесь нужно написать такое короткое сообщение на основе прочитанного текста, составить информационное сообщение делового характера. И объем текста 50-70 слов. То есть предъявляется текст, который, скорее всего, нужно будет написать как электронное письмо, как правило. Вот, например, такое задание. Прочитайте текст, составленный по материалам интервью начальнику управления по работе с иностранными учащимися. Напишите на основе прочитанного сообщения для передачи по электронной почте. Да, там будет указано обязательно. Ну, это, как правило, все задания, все, да, задания здесь, это в основном передача по электронной почте. Значит, написать тем, кто хотел бы узнать о возможностях обучения, условиях поступления иностранных граждан в Санкт-Петербургский государственный университет. И для этого нужно сократить текст. Но что имеется в виду под словом сократить? Не просто сократить слова так, как хочется это сделать кандидату. Во-первых, есть общепринятые сокращения, если вот сокращать. А здесь имеется в виду, что нужно, прочитав информацию в тексте, сжать, выбрать самое важное, что будет необходимо для тех, кто хотел бы поступить в университет. То есть, вот основные условия, возможности и так далее. То есть, это вот текст объемом 50-70 слов должен быть. А предъявляется, видите, 300-350 слов текст. Это задание 2. Вот пример, такой небольшой фрагмент из текста, который определяется на втором уровне. Обратите внимание, вот если еще раз вернуться к страноведению, то обратите внимание, что здесь такая лексика, приемная кампания, бюджет Российской Федерации, специалитет, аспирантура, то есть, это вот структура и система образования в России. То есть, кандидаты это на третьем уровне уже должны знать, что есть там 1 по 11 классы, бакалавриат, магистратура, аспирантура, ну и так далее. И третье задание. Вам предлагается написать эссе, кандидату предлагается написать эссе, ну, свои размышления на заданную тему. И здесь предлагается, ну, какая-либо общечеловеческая проблема. И здесь уже в стандартах, в требованиях к ТРКИ-2 и ТРКИ-3 все это есть, да, и там вы можете посмотреть темы. Ну, вот в качестве примера здесь нужно написать такое рассуждение эссе. И вот видите темы, да, общество потребления. Все больше людей разделяет его ценности. Проблема самоопределения национальных меньшинств в современном мире. То есть, здесь дается на выбор несколько тем, и кандидат выбирает ту, которая, в общем, ему близка. И ту тему, на которую он может написать, да, это эссе рассуждения. Здесь может быть не две, может быть и больше тем. Дальше я хотела бы остановиться на оценке и показать то, как мы оцениваем, чтобы иметь представление, да, и с одной стороны не бояться то, что если бывает так, что кандидаты делают какие-то ошибки, и вам кажется, что он не готов и не сможет, да, сдать, там, тот или иной уровень. Но, тем не менее, любое тестирование, оно предполагает наличие определенного количества ошибок, да, даже если которые он сделает, он все равно получит положительный результат. Вот, поэтому не то, что человек должен безупречно выполнить, и только тогда он пройдет тот или иной уровень. Ну, здесь видите, да, если на начальных уровнях мы выделяли каждую ошибку, коммуникативно незначимую и значимую, и считали ее, то на втором и третьем уровне уже у нас появляются только вот основные, вернее, четыре параметра оценки. Это содержательный компонент, интенция, композиция и языковые средства. И каждый этот параметр оценивается по шестибальной шкале от 0 до 5. Ну, вот, если появляется коммуникативно значимая ошибка, то уже больше трех кандидат получить не может, да. Вот, ну, соответственно, есть какие-то правила, по которым оцениваются, да, и по которым проводится оценка. Если у нас уже стоит за языковые средства три балла, то, конечно, там ни в интенции, ни в содержании, ни в композиции пять баллов уже быть не может. Поэтому здесь вот нужно иметь это в виду и обращать внимание на наличие коммуникативно значимых ошибок в письменных работах ваших учеников. Вот. Ну, и сейчас минутку посмотрю, да, я тут что-то пропустила, какие-то вопросы. Ага, Марина спрашивает о примерах правильно выполненных письменных работ. Вот. Ну, сейчас, к сожалению, у меня нет такой возможности, да, выслать работы. Но я думаю, что это возможно. Ага, если вы напишите нам к нам на наш электронный адрес центра тестирования, то я думаю, что мы сможем это сделать. Итак, давайте еще раз мы с вами, вот после того, как мы увидели, да, структуру и на втором, и на третьем уровне структуры субтеста письмо, посмотрели, какие типы заданий предлагается выполнить кандидатам, то еще раз хотела бы обратить ваше внимание на то, что я говорила, уже коммуникативно значимые ошибки, на страноведение, которое на этом уровне есть, и нужно включать это в подготовку. И вы видите, что со второго уровня у нас появляется деловая переписка. На втором уровне она есть, и это определенный набор документов, как я уже говорила, жалобы, заявления, объяснительная записка. Это может быть благодарность. И существуют определенные клише, которые используются в данных заданиях, при написании данных заданий. И может быть, вот такой минимальный набор будет являться основой для деловой переписки в будущем. Но это такой, как я уже говорила, больше обиходный деловой стиль. И что касается подростков, то хочу сказать, подростков, которых вы готовите к прохождению субтеста, извините, к прохождению к ТРКИ-2 и ТРКИ-3, хочу сказать, что не зря те дополнения дескрипторы, которые я показала в начале, они ограничены возрастом. И здесь хочу сказать, что на Б2 мы все-таки не рекомендуем детям проходить тестирование на уровень Б2. Ну, может быть, от 15-16 лет мы рекомендуем проходить уровень ТРКИ-2. Ну, а уровень С1, возможно, от 17-18 лет. И здесь нужно смотреть не только на возраст, но и на то, насколько они готовы. Потому что на этих уровнях это довольно высокие уровни, и все-таки они предполагают наличие какого-то, ну, даже не просто знаний, а именно жизненного опыта, скажем так. Потому что, например, на С1 там уже появляются оценки, например, морально-этическую оценку нужно уметь дать, сделать вывод. Что касается Б2, там появляется, ну, например, в говорении ролевая игра, когда кандидаты должны, прочитав объявление, позвонить. Но, на наш взгляд, не каждый ребенок это может сделать, позвонить, представиться, объяснить, для чего ему это надо. Да, поэтому вот в силу вот таких факторов нужно быть очень аккуратными, внимательными, когда вот готовите ребят. Потому что есть такие ситуации, когда дети в зарубежных школах, они прекрасно говорят, да, и родители считают, что они могут сдать высокий уровень и пойти сдавать там уровень Б2, даже С1, и настаивают на этом. Но получается так, что ребенок приходит, да, он хорошо говорит, какие-то задания он хорошо выполняет, да, но в основном у него вызывает трудности то, что, в принципе, для его возраста не сформировалось, и он не может это выразить или представить себя там в той роли, в которой это нужно сделать на там втором или третьем уровне. Поэтому, еще раз повторю, что Б2 мы рекомендуем от 15-16 лет, и С1 от 17-18 лет примерно готовится. Но, конечно, готовиться нужно там, стараться делать это заранее, и даже, наверное, не за один год начинать готовиться. Потому что основное отличие, вот, например, ТРКИ-2 от ТРКИ-3, это, ну, скажем, вы, наверное, сами прекрасно знаете, это вот лексический минимум, да, большой словарный запас. То есть ему вот для того, чтобы, например, сдать С1, нужно все-таки какое-то время для того, чтобы набрать этот словарный запас. Читать, писать, тренироваться, но здесь мы, в свою очередь, конечно, рекомендуем те ребята, которые хотят знать эти высокие уровни, рекомендуем тренироваться и попробовать сдавать детское тестирование, извините, школьное, школьное. То есть вот то тестирование, которое... Это те тесты, которые разработаны в нашем центре языкового тестирования, это русский язык в сфере повседневного общения для школьника. Попробовать сдать уровни B2 и C1, прежде чем идти на высокие уровни в ТРКИ. И поскольку, опять-таки, эти тесты школьные, они разработаны на основе системы ТРКИ, что, в общем, знакомо как преподавателям, так и кандидатам. Вот сама система, то это, конечно, будет проще, ну и, конечно, это будет полезнее для ребят, когда они уже в знакомой для себя ситуации придут сдавать ТРКИ-2 и ТРКИ-3. И здесь хотелось бы еще обратить ваше внимание на определенные программы и стандарты, которые существуют относительно ТРКИ. Вот это стандарты, лексические минимумы первого и третьего уровня. Вот программа глазуновой, колесовой, поповой. Это на сегодняшний день пока единственная программа, вот объемная, которая имеет все уровни от А1 до С2. И там внутри еще расписано по... Каждый уровень расписан там А1-1, А1-2, ну и так далее, да. Вот тоже вам рекомендуем посмотреть и можете брать за основу. Есть тестовые материалы. Ну, если вы готовите к тестам, то вы уже знаете, что такие есть, да, вы знаете из СТАУС. Также вот на нашем сайте Центра языкового тестирования вы всегда можете найти там типовые тесты, но и демонстрационные варианты в PDF-формате. Это есть на сайте нашего Центра языкового тестирования, и там все уровни представлены. Вот еще тренировочные материалы. Это тестовые тренировочные материалы, да, которые мы вам рекомендуем. Также вот учебные пособия по письму. Вот Колесова Харитона в золотое перо. Вот посмотрите еще такое пособие. Это новое пособие Косарева Елены Вадимовны. Деловой русский язык на каждый день. На самом деле это вот тот самый деловой, обиходный, скажем так, да. Где, и сразу обращаю ваше внимание, что это пособие, с одной стороны, оно адресовано тем, кто сдает комплексный экзамен. Это вид на жительство, временное проживание, да. Но, тем не менее, оно полезно для тех, кто сдает РКИ-2, поскольку здесь вот все документы представлены. И то, как писать. Эти документы, да. Вот деловой русский на каждый день он называется. То есть это такое для повседневного общения, поскольку мы с вами все не бизнесмены, да, но, тем не менее, мы сталкиваемся с деловым русским. И мы, когда пишем заявление, даже там в школу детям тоже какие-то заявления нужно писать, да. Мы пишем это там жалобы, объяснительные записки, какие-то бланки запомнить. Вот это именно для повседневного использования. Вот, Александра, ваш вопрос по поводу рекомендаций учебников. Да, вот я вам сейчас как раз показываю это. Так, Лариса, вопрос дает, отличается ли внешний сертификат С1 для взрослых, для подростков? Нет. Здесь ситуация какая. Если кандидат идет сдавать экзамен, неважно, подросток или взрослый идет сдавать ТРКИ-3С1, то, естественно, сертификаты все получают одинаково. На самом деле, экзамен, тестирование по русскому как иностранному не имеет каких-либо условий и ограничений. Их может сдать кто угодно. И сертификат все получают один и тот же. Но если ваш ученик тренируется, да, и в качестве мотивации вы предлагаете ему по окончании там какого-то курса определенного количества времени пройти тестирование школьное, да, по русскому языку в сфере, которая разработана Центром языкового тестирования, да, нами, то есть, то там будет другой сертификат. Это сертификат Санкт-Петербургского государственного университета. Там также будет, да, и герб университета, печать университета, ну и так далее. Да, вот этим отличаются сертификаты. То есть это не отличается от возраста сертификат, а от того, какой экзамен он сдает. На самом деле, вот, Лариса, еще раз читаю ваш вопрос, да, чем тогда отличаются подходы к сдаче подростка С1 и взрослого С1 или С2? С1, наверное, да, вы имеете в виду? На самом деле, ничем не отличаются, да, если мы идем сдавать экзамен на уровень С1, то независимо от того, там, подросток я или взрослый, женщина, мужчина и так далее, я, подход он один. Я сейчас, вот, тема сегодняшнего нашего вебинара звучит, да, как подготовка подростков. Просто на самом деле я в самом начале уже сказала, что подготовка, она не отличается. Просто нужно иметь в виду и понимать, что у подростка, у него, вот, его жизненный опыт, его предметная компетенция, все-таки она отличается от предметной компетенции взрослого человека, да, который идет сдавать этот уровень С1, В2, ну, высокие уровни, да, и просто психологически и морально ребенок еще, даже подросток, не готов сдавать этот уровень, просто морально, да, подросток не может быть готов ко всем заданиям, которые предлагаются пройти вот на этих высоких уровнях по, в основном, по говорению и письмо. вызывает сложность, да. Ну, вот, в качестве примера я вам приведу С1 говорение, где нужно дать морально-этическую оценку поведению людей после того, как кандидат просмотрит небольшой видеосюжет, да, и ребенку это очень сложно сделать. Конечно, есть уникальные дети, которые в 12 лет, были такие случаи, вот, лично у меня в Германии, когда ребенок в 12 лет прекрасно сдался один, он, для него это просто была цель, что вот он сдастся один и все, и пройдет вот определенный уровень в изучении русского языка и уже может двигаться дальше и заниматься чем-то другим. Поэтому у него была такая цель, он к этому готовился и вот сдал, да. Но это единичные, уникальные случаи. Вот. Так, Дина спрашивает, стандарт оформления шапки, документов меняются. Где можно посмотреть правильный вариант? Ну, на самом деле, я так понимаю, что у вас вопрос связан с тем, что в шапке где-то нужно писать от, да, а где-то не требуется. То есть, вот по новым стандартам от не нужно писать. Вот вы это имеете в виду, да. Если это, то я вам скажу так. Здесь мы строго не оцениваем, потому что шапка по сути своей, она не поменялась. Там всегда идет кому, да, сначала должность и фамилия, имя, отчество, да. Или, допустим, фамилия, инициалы, как правило, кому. От кого. Если он напишет от кого в родительном падеже или не напишет от, но напишет в родительном падеже, да, то это не будет считаться ошибкой. Главное, чтобы он правильно оформил шапку. И, знаете, здесь вот обращу ваше внимание, то, что вот, да, вот вы написали порядок фамилии, имя, отчество. Это важно. Всегда фамилия, имя, отчество, да. Либо фамилию и инициалы, либо фамилия, имя, отчество полностью пишут в шапке обычно в документах. Также и тот, кто пишет. И, Лариса, еще, да, вопрос у вас. Возможно, подготовить. Да, я думаю, что 17-летнего подростка к Ц1 подготовить можно, да, но это займет время. И, возможно, не один год, да. Вот, ну, я не знаю, как вы там будете заниматься, насколько интенсивно будете заниматься. Это возможно. Анна спрашивает, какой сертификат и уровень нужен для поступления в российский ВУЗ? В1. Для того, чтобы поступить в российский ВУЗ, нужен В1. Итак, давайте посмотрим дальше. У меня еще немного осталось тут по поводу пособий. Я ваше внимание хотела обратить еще на пособия, которые вам пригодятся при подготовке. Ну вот, от корня к слову, очень хорошее пособие. У нас коллеги, которые мы рекомендовали, они использовали это пособие. И вот в этом году они уже сдавали ребята. И, в общем, им понравилось заниматься по этим пособиям. И подготовились они хорошо. И, в общем, результат экзамена тоже был хорошим. Еще обращаем внимание на пособия современной русской идиоматики Минакова. Тоже с этим всегда проблемы. С идиоматикой, с физиологизмами, да. И поэтому тоже для того, чтобы усвоить это все, на это тоже все нужно время. Да, потому что если вдруг потом кандидат захочет еще и С2 сдать, а там вот довольно много заданий, где представлена фрезиология. Так, кроме пособий, вот коллега моя подготовила вот такой слайд с интернет-ресурсами, где можно подбирать тексты для чтения, для прослушивания, для обсуждения. Вот для ребят мы рекомендуем вот «Лучик», журнал. Там очень интересные статьи, тексты и вообще сам журнал интересный. Его, в общем, и преподаватели любят читать. Ну и я думаю, что все остальные, в основном здесь источники вам знакомы. И хорошо то, что все это есть в электронном виде, в интернете, в сайтах. Это все можно найти очень легко. Так, ну я думаю, что, наверное, это основное, что я хотела сказать. Если у вас есть вопросы, вы пишите. Я пока вот сейчас расскажу еще немного о тех продуктах, которые предлагается Псевбургский государственный университет совершенно бесплатно. Это дистанционный курс и аудио-лекции. Может быть, те, кто уже был на других вебинарах, они знают про это. Но вот если вы зайдете по этой ссылке online.spbu.ru, то вы можете найти интересные и для вас, и для ваших студентов, учеников, интересные курсы и лекции. Ну, например, для тех, кто готовится к высоким уровням, C1, C2, там мы вот рекомендуем этот курс «Стилистика русского языка», например. Так, слайд с ресурсами. Давайте вот этот, да? Ну, Дина, по поводу электронных вариантов я, честно говоря, вам сказать точно не могу. Скорее всего, наверное, что-то есть на Литресе, можно смотреть, да? Если это издательство «Златоуз», можно им написать и спросить, что есть в электронном формате, может быть. Но так сейчас я вам и сказать, даже подсказать не смогу, есть в электронном варианте. Наверное, что-то есть. Так, Лариса, не поняла ваш вопрос. История для взрослых студентов или билинговых детей. Что вы имеете в виду? Уточните, пожалуйста. Коллеги, есть ли у вас вопросы относительно подготовки к субтесту письмо на втором и третьем уровне? Я думаю, что эта тема, ну, у нас сегодня такая довольно узкая и... Так, Анна, вопрос задаю. В Германии для поступления в ВУЗ необходим либо уровень С1, либо С2. Чем такое расходение в требованиях? Интересно, какой уровень для поступления в ВУЗ требуют другие страны? Вы имеете в виду, Анна, что в Германии для поступления в ВУЗ необходим уровень С1 по русскому языку? Или, в принципе, иностранный язык? И разница в том, что почему у нас бы один? Для ВУЗов требуется. А, так, сейчас, минутку. По немецкому языку нужен уверен немецкого С1 и С2, да, если поступать в немецкие ВУЗы. Я не знаю, с чем это связано, но у нас получается, что, как правило, кандидат учится на подфаке, да, один год, потом достигает уровень ВУЗ и поступает на бакалавриат. Соответственно, потом, когда заканчивает бакалавриат, уже при поступлении в магистратуру сдают уровень ВУЗ. Так, и по поводу, еще раз, там вопрос был по поводу аудиолекции. А, по истории. На самом деле, эти аудиолекции, они для всех. И для взрослых студентов, и для детей билингов, да, то есть это зависит от возраста. В основном, наверное, это, я думаю, что, ну, для подростков, наверное. И нужно посмотреть, в какой период там вот эти аудиолекции предложены по истории. И в зависимости от того, что детям будет интересно. Возможно, это и детям будет интересно. Но поскольку все-таки это аудиолекция университета, и лектор, конечно же, читает лекцию таким довольно академичным языком, да, поэтому все-таки должен быть кандидат, и ребенок готов к этому. Возможно, с родителями слушать, наверное, с родителями могут что-то пояснять, если это интересно детям. Так, давайте-ка посмотрим. Вопросов больше нет, да? Ну, коллеги, спасибо большое вам. Что вы сегодняшний вечер провели с нами. Сегодня мы так, в общем, недолго и быстро с вами постарались уложиться. И если у вас будут вопросы, вы всегда можете написать нам письмо на сайт-центре языкового тестирования, мы на все ваши вопросы ответим. Ну, надеюсь, что была сегодняшняя, сегодняшний вебинар, извините, был полезен для тех, кто пришел и, в общем, не зря потратил время, я надеюсь. Спасибо большое.